Ну, через каких-то друзей, например, Галю Брежнева, я с ней не знакома, но она вот как выпьет, она говорила, что алку люблю, все, только алку люблю. Ну, где-то я была близка, наверное, всем, потому что я была искренняя. Добрый день, друзья и другие. Обратите внимание, что когда Лоборисовна Пугачева рассуждает о политическом инсоблишменте, она упоминает имя Галины Леонидовны Брежневой, дочери нашего генерального секретаря. Я весь этот отрывок оставлю попозже, там минуты на четыре, это из интервью, которое она Пугачева дала 40 лет назад, в 1994 году, в Вильнюсскому телевидению. Хочу просто подчеркнуть, что Вильнюс это не просто столица одной из бывших советских социалистических республик, Вильнюс это столица Литвы, и этот город в известной степени родной для Пугачева. Она получила литовский язык, как она говорит в этом же интервью, и ее первым мужем, напомню, был литовец, отец единственного биологического ребенка Пугачевой, Кристины Арбакайте. То есть, она в известной степени чувствовала себя там, как дома. Так вот, я о чем подумал. Сейчас, когда очень многие вспоминают Алина Делона, который вчера умер, припоминают историю с красноярскими выборами. Тогда Алла Борисовна Пугачева конкурировала с Аллом Делоном. Аллом Делоном поддерживал на тех выборах генерала Александра Лебедя, а Пугачева, соответственно, противника генерала. И многие говорят, что вот, мол, она была задействована в политических процессах. Это не так. Это не политические процессы. Не политические процессы. И Аллом Делон не был задействован в политических процессах. Это артисты. Они делают свою работу. Они играют роль. За деньги. С хорошим артистам надо платить хорошие деньги. Естественно, я не хочу сказать, что Аллом Делон взял и просто вот влез в эту историю. Не знаю, кто такой генерал Лебедь. Или там, не понимая расклада. Более-менее, конечно, им агенты объясняют. И сразу хочу, чтобы два раза не вставать, по поводу ситуации с поддержкой Украины и Зеленского. Алан Делон, как и вы помните, там воскреснул славу Украине, в конце империи, которую он брал у Зеленского. Вы должны понимать медийный прессинг, в котором живут люди. В частности, вот французы. Когда вам каждый день объясняют, что русские солдаты насилуют попугайчиков чайными ложечками, убивают, ссадируют и вообще, в принципе, кровожадны, то, естественно, реакция у человека неравнодушного может быть такой. Я в этом контексте вспоминаю рассказ Никиты Высоцкого, сына Владимира Семеновича. Он мне как-то поведал, что его отец был именно в Париже с Мариной Влади, когда Советский Союз вошел в Афганистан. И там тоже вот была такая же абсолютно картина медийная. Горящие кишлаки, убитые, расстрелянные Дикхани, вот это вот все. Его первой реакцией было ехать в Нижний Новый, в Горький, к Академику Сахару, подписывать какие-то письма. Его друзья отговорили, сказали, ты просто поезжай туда, в Афганистан, смотри сам. Вот это очень важно понимать. А Пугачева политиком никогда не была. Она, кстати, чем-то напоминает мне Галину Леониду Небрежневу. Они вот обе такие вот сиборитки, любители красивой жизни, молодых, красивых, творчески одаренных мальчиков. Я напомню, однодневный брак той же Галины Леонидовны с иллюзионистами Геренкио. Поэтому никакой она не политика. А ее рассуждалки про политику послушайте сейчас. Кстати, о политике Пугачева и политика всегда были понятия прямо противоположные. И тем не менее, недавно стало известно, что за вами, как, впрочем, и за Андреем Битовым, Жванецким, Вознесенским, Майя Плесецкой, велась постоянная слежка со стороны КГБ. Об этом было напечатано. Вы чувствовали что-нибудь такое? Ой, знаете, для меня это настолько было привычно, что я даже на это внимание обращала. Мы же жили такой жизнью, когда это было естественным, так сказать, атрибутом жизни. Мы знали, что телефоны прослушают, что все досье, так сказать, на нас, что каждый шаг виден. Но я привыкла к этой жизни. И даже не обращала на это внимания. Я никогда не привыкну к другому. Ни к КГБ, так что-нибудь. Бу-бу-бу какой-нибудь будет, я не знаю. Но потому что ведь это во всем мире. Не только у нас. Назовите это как угодно. ЦРУ, КГБ. В тех условиях, условиях того режима, Ваша внутренняя раскованность, Ваша свобода, она уже сама по себе как-то настораживала их. Не казалось, что здесь что-то такое есть. Не знаю, насколько это их настораживало. Я ничего такого предусвидительного не делала, честно говоря. Вы как на допросе. Да, просто жила и все. А то, что вот я посмотрела 75-й год себя, даже удивляюсь, что это могло настораживать. И когда меня называли вульгарной, за что я смотрела 76-й, 77-й год себя. Это я-то. Особенно если сравнить с сегодняшними девочками, всякими ладами, дэнс, там, бликами стартами. Ну, они не вульгарные, они эротичные. Есть вещи, так это разные вещи. Но как меня можно было назвать вульгарной, я начинаю понимать то время. То есть настолько, может быть, я лишала своим каким-то чуть-чуть нормы, лишала девственности этой страны, эту страну. То есть она просто все, все казалось это невозможным. Но ничего. Видите, как развиваемся в другую сторону. Лишь бы только проститутками не стать уже. Хотя от такой девственности до страны проститутки очень легко. Один шаг. Надо как-то вот сдерживаться. Скажите, а как к вам в разное время относились сильные мира сего, там, генеральные секретари, президенты? Вы как-то чувствовали на себе их отношения? Кто-то больше вас любил, кто-то меньше? Не знаю, я никогда не участвовала, так сказать, даже в концертах правительственных. У меня одна женщина, три года назад или два, что ли, в Латвии, корреспондентка, она сказала удивительную фразу, что я гений самозащиты. Может быть, я даже подсознательно где-то, я не дружила ни с кем, я не шла к ним, но поклон, они ко мне не шли. Я делала честно свое дело. Я знала, что мой адрес, это люди, собравшиеся в зале. Если кто-то из правительства сидит в зале, скажем, на моих концертах, то он превращался для меня в зрителя. Вот и все. Ну, вот в правительственных концертах я не участвовала. Где-то, вероятно, они как грозу меня не понимали. То есть они старались тоже меня обходить, как-то и обходиться без меня. Хотя доходили до меня слухи, что многие, так сказать, являлись поклонниками. Но не признавались вам? Ну, через каких-то друзей, там, например, Галю Брежнева, я с ней не знакома, но она вот как выпьет, она говорила, что Алку люблю, и все. Только Алку люблю. Ну, где-то я была близка, наверное, всем, потому что я была искренняя. Будет эта программа, которая будет называться, по идее, с большим приветом Аллу Пугачеву, но в программе будет называться просто «Алла Пугачев встречает друзей». Это такая родная для меня программа. Нам мало рождественских встреч, мы хотим встречаться чаще. Здравствуйте. Алла Пугачева работает над своим новым телевизионным шоу. Сегодня мы приехали к ней, чтобы выяснить все подробности стратегии новой политической партии, которую создал Егор Гайдар. Кроме Аллы Пугачевой, в новую партию, в партию «Выбор России», как объявлено в прессе, вошли такие известные люди, как Андрей Козырев, Михаил Жванецкий, Сергей Филатов и Анатолий Чубайс. Я сегодня говорил со Жванецким и спрашивал его, вот вы вступили в партию, Задорнов вступил, Алла Борисовна вступила в партию. Какую партию я вступила, интересно? Выбор России. Ребята, такие, оказывается, партийные. Я первый раз слышу об этом. Мне нравится Гайдар, он умница такая. Нет, вы вместе там с Жванецким, там вообще неплохая компания. Я не знаю, я первый раз слышу, я в никакую партию не вступала. Просто такой сложный очень пост. Мата Хари от демократов, поэтому она не сознается. У меня партия артистов. Вот, я и хотел сказать, зачем вам все эти занудные люди в пиджаках? Может быть, создать партию артистов? А у меня нет занудных людей в пиджаках. У меня вон какие. Да у вас теперь Гайдар, Юшенков, там. А что вы говорите, я их знать не знаю. Поняла. В самолете? Нет. Вот, мне звонил Гаспарян. Позавчера, по-моему, да. Гаспарян Артур из Московского комсомольца. Говорит, тут письмишко пришло, он говорит, не подпишите про демократов. Я говорю, а там что? Он говорит, нормально все. Я говорю, ты как к этому относишься? Он говорит, нормально, ну подпиши. А что и мне звонил? Да. Так это же вы и подписали. А там что, в партию вступали, что ли? Поздравляю тебя. Взносы платили. Вот, кстати, о взносах. В нормале у нас вообще связи. С облицемной доверием. Нет, ребята, что-то тут не то. Ну так или иначе это произошло, вы теперь имеете возможность... Я говорю, может, я волнуюсь. Вы теперь имеете возможность... А как это, байда? Сейчас ты идешь, бей. Поздравляйте с днем рождения в партии. Ну попали мы с тобой. Кас наступающие. Ужас, ужас. Ну так или иначе вы теперь вступили, вы имеете возможность оттеснить всех этих людей и дать какую-то живую струну. Как вступили, так и выйдем, потому что если уж делать, то с вами. Как вступили в свою партию. Один раз ко мне приходил один человек и сказал, вот когда вот выборы были все, значит, не хотели бы вступить, но в другую партию. Я, честно говоря, больше поклонница, я вам сразу скажу, поклонница яблока. А почему? А потому что они, ну как он скажет, да... Он забиристый такой малый. Нет, не в этом дело. Может, они не такие вот отвязанные, как все. Мне Болдырев нравится. Я человек нормальный. И мне нравятся нормальные люди, которые могут выразить свою мысль. Да, они немножко непопулярны. Наверное, все-таки режиссер им нужен. Вот я пойду к нему режиссерам. Потому что они классные ребята, классные. А Гайдар, он тоже такой он домашний. Ему надо похудеть. Потому что... Для того, чтобы стать популярным, действительно, надо похудеть. Сугубо политический вопрос. Коммунисты играли на выборах с песнями «Вместо сердца пламенный мотор». Выбор России использовал поп-музыку, поп-направление. А Жириновский – рэп. И рэп заслужил высокую похвалу. Я считаю, что Жириновский не рэпом пользовался. Но он весь такой рэп. Нет, нет. Он спел нормальный городской романс. Доступный всем сердцам. Он сыграл на струну. И правильно сыграл. И молодец. Молодец. Я уезжала в какой-то город. И сидел один человек. Может, форсовый у вас это сделал? Не знаю, кем он. Дело в том, что сидел один человек. И вот я не помню его фамилию. Он демократ, короче говоря. Да. Мы сидели, коньячок пили. В Домодедово. В Домодедово, да, по-моему? Во Внуково. Во Внуково. Летели в один город. Не буду говорить, чтобы вместе летели. Да. И он сидит на полном серьезе. Говорит, ну как вот, Жириновский? Я говорю, что вы такое иметь против Жириновского? Я говорю, я его режиссер. А дальше, что он там будет делать, я не знаю. Но я вот отрежиссировала его популярность. То есть, вот я сделала, чтобы он стал популярным. Я все отрежиссировала. Просто его шокировали? Или это действительно так? Я думал, что шокировало. А вы знаете, что сказал демократ? Он говорит, а я думал Кашпировский. На полном серьезе. То есть, о чем они думают? Дело даже не в партиях. Нет, я партии уважаю. Там, так сказать, если они будут настоящие такие партии, которые будут думать о людях. Вот демократы люди. Да, тоже ведь люди. Но почему они не думают о людях? И все гораздо проще. Вот была бы я президентом. Ну, скажем, я была бы президентом. Представили себе, да? Да, охотно. А что вы так затихли сразу? Страшно! Страшно вам! Значит, что бы я сделала? Прежде всего, я бы убрала все налоги, кроме одного налога. На прибыль. Все. А пусть останется один налог на прибыль. Почему этого не можно сделать? Ну, он же огромный. Ну и что? Я буду специально что-то приобретать, покупать, обогащаться. Они будут с вас драть? Будут драть, но только с прибыли. Я буду делать все, чтобы прибыль была поменьше. Так. Как во всем мире. Почему нужно изобретать квадратное свое колесо? Когда во всем мире уже круглое. Для артистов что-нибудь сделало бы? Сделало бы. Что? Во-первых, не только для артистов. И для заводов, которые должны как-то развиваться. У нас же сейчас все просто остановилось. Почему? Потому что некоторые предприятия, и артисты, и театры, должны просто на время освободиться от налогов. Для того, чтобы развиться, чтобы что-то сделать. Неужели так трудно понять, что лучше для людей? Да ведь у них там надо милиционерам, которые ничего, нас не охраняют, платить надо и так далее. Что даже милиционерам? Милиционерам. Во-первых, надо дружить с мафией. Раз уж она есть. Так. Но! Тратить деньги... Мафия! Молчать! Нет, ну я, конечно, не президент, я просто человек. И я хочу, чтобы думали обо мне. Думали о моей дочери, о моем внуке, о Валерочке, об Артеме, обо всех вот тех людях, которые меня окружают. Пусть их не много, но я хочу, чтобы они были счастливы. А для счастья очень мало надо. А сделать так, чтобы ничего не мешало. Почему нужно придумать то, что нужно обязательно как-то бороться с этим, преодолевать? А Ельцин, Борис Николаевич. Нет, ну нормальный человек, но надо вовремя уходить. Вовремя. Мне кажется, сейчас у нас балаган. Балаган, так, если с эстрадной точки зрения. Балаган. Потом, наверное, будет комедия дель арте. А мне хочется, чтобы был нормальный сольный концерт одного человека, которому верят. Этого сольного концерта, я жду этого президента, извините меня, Борис Николаевич. Я жду такого человека, которому могу доверять, любить, прощать ему ошибки. То есть, если бы я была президентом, я бы еще подумал, что я хочу быть президентом, не дай Бог. То, наверное, люди бы сразу сказали, вот мы столько про него слышали, уже не верим. Раз. Я бы сразу обратилась к народу. Знаете, что бы про меня ни говорили, не верьте. Я могу ошибаться. Я могу что-то сделать. Ну, я ради вас это делаю. Давайте вместе. Ну, очень трудно быть президентом в этой стране. А еще труднее быть бывшим. Страна не цивилизованна. Почему? Потому что в той стране, где тяжело быть бывшим экс-президентом, это не цивилизованная страна. Очень трудно с нами вообще работать и жить между нас так. Потому что, смотрите, Горбачев был. Какой-никакой, но он был. Никто не попрощался с ним по-человечески. Тот же Ельцин. Все это было скомкано. Наши экс-чемпионы, наши экс-звезды, экс-президенты. Все проваливаются. Бывшим, бывшим в этой стране нашей замечательным страшно быть. Вот когда не страшно будет, когда твои заслуги хоть какие-то, но тебя будут уважать и помнить. Тогда в этой стране, тогда все будет хорошо. Просто не любят людей, любят только себя во власти, любят себя иногда в популярности у нас тоже, любят себя на сцене. И все время забывают о зрителях некоторые. То же самое и в Полине. Как стало известно полчаса назад, в политическом заявлении о создании партии «Выбор России» нет пока еще подписей Филатова и Козрева. Однако в штаб-квартире надеются их получить. Жванецкий, уехавший сегодня в 19 часов в Одессу на Юмарину, есть. И несмотря на отказ Аллы Пугачевой, партия «Выбор России» настаивает на ее членстве в этой партии. Окончательный список будет оглашен завтра в 15 часов. Всем добро. Продолжение следует...